Под колесами автомобилей вновь оказываются дети. С начала 2017 года на территории Магнитогорска зарегистрировано уже 27 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В каждом из них ранение различной степени тяжести получил ребенок. Среди пострадавших 21 пешеход, 4 пассажира, 1 водитель мотоцикла и 1 велосипедист. Шесть детей пострадали по собственной неосторожности при приходе проезжей части в неустановленном для перехода месте. 13 при переходе проезжей части по нерегулированным пешеходным переходам. И еще двое при переходе по регулированному пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Заигрался и убежал на улицу. Так объясняют произошедшие родные пострадавшего в ДТП 6-летнего Давида. А дело было так. В 6 часов вечера водитель, двигавшегося по улице Чикалова трамвая, заметила внезапно выбежавшего на дорогу мальчика. Ей удалось затормозить, а вот следующему в этом же направлении водителю автомобиля Тойота Королла увернуться от столкновения не посчастливилось. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения причинены 6-летнему мальчику, который был госпитализирован в отделении травматологии с диагнозом закрытый перелом костей голени со смещением. В этом году мальчик должен пойти в школу. Вот только первый звонок и торжественный парад первоклашек, видимо, пройдет без него. Получил открытый перелом костей голени, в настоящее время готовится к оперативному лечению. Состояние ребенка на данный момент средней степени тяжести. В период с 1 по 31 августа на территорию города Магнитогорска проводится план дополнительных мероприятий по стабилизации обстановки с аварийностью и снижению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Проведение данного плана вызвано всплеском аварийности с участием несовершеннолетних детей, в том числе увеличением общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по сравнению с уровнем прошлого года. Инспектор ГИБДД в очередной раз просит родителей обратить внимание своих детей на опасности, которые таит проезжая часть, чтобы наступающий учебный год начался без происшествий. Старислав Юдин, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.